Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзора рынков с Висквот. Сегодня мы гордимся в курсах с нашим спикером Андреем Малевичем, трейдером и управляющим активами из Калининграда. Андрей уже выпил из своей знаменитой кружки чаю или другого напитка, который он маскирует под чай, и готов рассказать нам всю правду. Андрей, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую коллеги! Как вам сегодня кросс-курсы? Что интересного? Ну, не сегодня, а на неделе кросс-курсы отработали, в общем-то, нормально, я считаю. Есть, конечно, позиции, которые мы закрыли в профит, есть позиции, которые не достали до отложенных продеров, но, в общем, в целом я доволен ситуацией. Поэтому, как бы, все в рамках, в ожидаемых рамках, ну, конечно, волатильность на рынке повышена, это видно уже невооруженным взглядом. Вот, явно видно движение, коррекционные движения по индексу доллара, коррекционные движения по евро, фунт стоит. Поэтому, в общем-то, ничего такого необычного я не вижу. Ну, давайте посмотрим, как это отражается на кросс-курсах. Это интересно, кстати. Давайте. Весь экран. Так, Игорь Николаевич, вы можете отключить мое фото? Да, конечно. Все готово. Отлично. Итак, тема сегодняшнего дня у нас кросс-курсы. Ну, в принципе, прямо таких явных сигналов на вход я не вижу. Ну, вижу, в принципе, куда можно поставить лимитки, вот, и куда поставить стопы закрыться от потенциальных убытков. И, в общем-то, сколько можно заработать, куда можно поставить потенциальные профиты. То есть, это первое. И второе, то есть, я дам по ним информацию. И второе, я дам информацию по тому, как мы отработали предыдущий прогноз. Итак, фунт иена. Фунт иена у нас, в общем-то, находится, ну, если так посмотреть глобально, то, в общем-то, вывели данный инструмент из глобально падающего тренда. И, в общем-то, вывели инструмент, ну, не вывели, а выводят инструмент из среднесрочно растущего тренда. И все это можно, в общем-то, так вот, подвести под общий знаменатель. Идем в боковом флэте. Ну, и, соответственно, отрабатываем боковой флэт. Он нас интересует на данный момент. Конечно, немного опасно, потому что я все-таки считаю, что могут завести данный инструмент обратно в среднесрочный растущий тренд. Вот, как бы, двигаемся прямо непосредственно вдоль нижней грани растущего, среднесрочно растущего тренда. Сейчас я его отрисую, чтобы так было видно и понятно. Вот он перед нами. Угол движения цены здесь направлен вверх. Здесь виден, в общем-то, приоритет лонговых игроков. Виден, виден приоритет покупателей. Вот. Можно, конечно, попробовать на свой страх и риск. Принять во внимание то, что мы находимся в боковом рейнже и отработать его от канала. Ну, как я считаю, что верхняя грань такого бокового рейнжа – это 144,31. И примерно от этих уровней можно поставить отложку со стопом примерно в 0,45%. И с профитом примерно в 1%. Вы видите, как у меня все расставлено. И еще ниже, к нижней грани бокового рейнжа – это примерно 141,34. То есть первый тейк профит – 142,68. Второй тейк профит – 141,23. И работает по данному инструменту от шартов. Ну, на мой взгляд, это интересно. Конечно, видно, что данный инструмент коллерирует, скажем так, в моменте с фунт-долларом. Вот. Его я тоже ожидаю вниз. И, соответственно, если будет выстрел шпика, я зацеплюсь и схожу сюда. Ну, так хочется. Австралиец-Новозеландец. Ситуация по данному инструменту. В принципе, данный инструмент находится в очень четко выраженном боковом рейнже тоже. Работать я рекомендую от шартов. От верхней границы бокового рейнжа – это 1,0470. Отсюда загружаем позиции в шорт. И далее разгружаемся. Первый тейк профит – 1,04,08. И второй возле уровня 1,03,39. То есть работа от шартов. Напомню, что в предыдущий раз по данному инструменту меня выбило. Я получил стоп в 0,31%. Хочу это дело все вернуть. Поэтому стоп я ставлю за ту шпильку. Видите, вот она, эта шпиля, по которой меня, в общем-то, вынесло. Ну и, соответственно, буду его также отторговать в сторону шартов. Евроканадец находится, скажем так, в долгосрочном падающем тренде. Угол движения цены направлен вниз. Весь приоритет на стороне продавцов. Но здесь проходит уровень, от которого сейчас на данный момент отбились. Это уровень 1,4267. На мой взгляд, очень важный уровень. Инструмент коллерирует с евро, в принципе, с евро-долларом. В общем-то, я его жду. К уровню обратно 1,4267. Отсюда буду набирать позицию со стопом примерно 0,5%. С первым тейк-профитом возле уровня 1,44. Но округлим 2,0. И еще повыше, вот куда-то вот в зону вот этого консолидационного движения. 1,4516. То есть, ну вот такой вот у меня, как бы, несмотря на то, что данный инструмент находится в долгосрочном падающем тренде, и, в общем-то, я его буду отрабатывать в лонг. Но ситуация может поменяться. Евро-доллар тут что-то пытается расти. В принципе, уперся уже в сопротивление. Соответственно, и этот инструмент уже тоже подходит к своим значениям. Если, конечно, значением сопротивления, очень важный уровень 1,4558. Если сюда придет, к верхней грани долгосрочного растущего тренда, то в моменте я его, конечно, шортану. Ну, соответственно, если будут сигналы по нему. Но если все поменяется, то где-то вот от верхней грани долгосрочного падающего тренда я его буду шортить. Далее. Также, на мой взгляд, я думаю, интересен инструмент фунт ЧИФ. В моменте можно сказать, что инструмент не находится не в растущем и не в падающем трендах. Это по данному инструменту боковой флэт. Боковой флэт. И, в общем-то, я думаю, что нужно будет отрабатывать данный инструмент от значений 1.2763 со стопом в 0.5% 1.2825. И примерно в район 200-дневной скользящей средней это примерно 1.2658 и пониже. Примерно вот сюда вот даже можно где-то попробовать 1.2573. То есть, на мой взгляд, тоже данный инструмент интересен к шортам. Но его вот так уже довольно далеко увели. Тут просто наповезет, если будет какая-то шпилька, цепанет. И в моменте вот это движение в 1% можно будет попробовать взять. Вот, в принципе, вот так. Это те, какие вот скорые идеи. До конца я не хочу вам рассказывать еще, что есть. Да, я не уверен. В принципе, вот это тоже под сомнением все. А вот эти три пары, которые первые были, они более-менее так четко. Вот, а здесь, конечно, еще нужно так подумать. Потому что шпилька может такая быть весьма весомая. И шпильки могут снять вплоть до уровня 1.2860. То есть, здесь еще под сомнением. Но, в общем-то, сигналы в шорт по данному инструменту, конечно, есть. Так, ну теперь разбор полетов. Что у нас было и что я говорил на предыдущем обзоре. В общем-то, я давал Audi, франк, австралиец, франк, что нужно было открывать позицию в шорт. Предыдущий мой обзор был 19-го числа. Вот, я говорил по нему, что от уровня 0.6588 надо шортить данный инструмент. И первый и второй тейк профит закрыты, позиция закрылась в плюс. Евро-австралиец. Ну, здесь вообще-то просто вынесли данный инструмент наверх. В общем-то, тоже 19-го я говорил, что надо прямо сейчас сходу заходить. Я это как бы помню. Я уже снял здесь стоп. В общем-то, и первый и второй тейк профит тоже закрылись. Здесь очень такая четкая ситуация была. Среднесрочный растущий тренд плюс 200-дневная скользящая средняя. Все в одну кучу сложилось. Вот. И, в общем-то, такой мощный выстрел. До конца я его не удержал. У меня есть свои цели. В общем-то, то, что я забрал, это мое. То есть, по правилам. Так, по НЗД иена. Новозеландец иена. Здесь был тейк профит тоже 19-го числа. Здесь я выступал. Вот как раз была вот эта свеча. Здесь открыли позицию в шорт. В общем-то, она закрыта с тейком 1,4%. Чиф иена. 19-е число. Ну, тут я по ней не входил. Меня не зацепило. Я чуть-чуть ниже стоял. Ну, в общем и целом, если бы заходить от уровня, то сигнал отработал. Вот. Пока я по данному инструменту ничего не вижу. Хотелось бы, чтобы он нырнул бы пониже. Потом что-то будем отрисовывать. Австралиец-канадец. Не зацепило. Не дали войти в позицию. Соответственно, здесь синим. Синим. Вот так вот. Данный инструмент ушел. Позицию набрать не дали. То есть, все снимается, все убирается. В общем-то, тема прошла мимо нас. Отбивались, я напомню, от... Ждал я к верхнему борту среднесрочного падающего тренда. Фунт-канадец. По данному инструменту был вход. Зашел я. Ну, я еще был в позиции, когда рассказывал по данному инструменту. Больше он входа не дал. В общем-то, отработал данный инструмент только первый тейк-профит, второй тейк-профит. Немножко не дотянул несколько пипсов. Чуть-чуть не достал. Вот. Поэтому нахожусь на данный момент в этой позиции. Также могу сказать, что, в принципе, если подойдем либо к уровню 1.7319, буду снова шортить данный инструмент. И чуть-чуть растяну вот так вот 100, примерно в 0.4%. Первый тейк-профит у меня, соответственно, будет... Сейчас я покажу, где. Первый тейк-профит у меня будет вот здесь. В два раза больше, 0.8 примерно. Вот так вот. Вот куда-то вот сюда. Вот эту вот стрелочку перетягиваем. Вот. То есть буду открывать наполовину позиции. С расчетом еще раз взять тейк-профит первый. И также буду продолжать удерживать позицию по тренду к 200-дневной скользящей средней. От уровня, напоминаю, 1.7331 со стопом в 0.42. Уровень 1.7403. Вот так его красненьким помечаем. Тащим сюда. Так, австралиец, канадец, посмотрели. Евро, фунт. Здесь ничего. Новозеландец, франк. Инструмент ушел, не заработали. Фунт, НЗД. Получили стоп. Я говорил 19-го числа о том, что нужно формировать позицию. Набрались в позицию. Инструмент пошел против. С рынка выкинули по стопу в 0.5%. Евро, Новозеландец. Ушел. Не дали войти. Обидно. Канадец, франк. В принципе, ситуация непонятна. Входим. Такое впечатление, что входим в боковой рейндж. Нужна третья точка. Весьма хороший будет боковой рейндж. Можно будет попробовать отработать. Так. Ну, в общем-то, на этом все. Теперь, что касается... Что касается нашего модельного портфеля. В общем-то, чуть-чуть подзаработали. Было 8,3%. Подзаработали 3%. Сейчас 11,32%. Почему-то на мониторинге у меня здесь, на мой фейсбок, отображается с 18-го числа. С 18-го декабря это неправильно. Вот. И на самом деле я торгую только первый месяц. Как видите, где-то примерно с середины февраля. Вторая неделя, в общем-то. Вторая неделя. Вот. И по итогам торгов 1, значит, сегодня 2,75%. За неделю 2,75%. За месяц 11,32%. За год 11,32%. Вот. Это счет копировщика. К нему можно подключиться. Не буду говорить, на каком брокере, на какой рекламе. Вот. Вот так вот тоже спрячем. Ну, в общем-то, уже увидели. Ну, в общем и целом, все. Если есть вопросы, я готов ответить. Кстати, по этому счету я хочу сказать, что уже у меня пополнилось народу в 30 раз больше, чем мой уставной капитал, скажем так. Ну, замечательно, здорово, здорово. Ясненько. Спасибо большое, Андрей, вам за ваш рассказ. Какие, вот из того, что вы сейчас озвучили, какие, какая, может быть, если взять один инструмент, чтобы сказать людям, а вот после передачи посмотрите внимательно на эту кросс-курс-пару. Ну, вот какой, на ваш взгляд, самый интересный инструмент из тех, которые вы сейчас озвучили? Который, скажем так, с вероятностью пойдет туда, куда... Да, да, вот из первой части, которую вы озвучивали. Да, вот если один все-таки выбрать, вы несколько озвучивали? Думаю, фунт-иена от границ 143.86. Надо дождаться этих цен и открывать подвесные шарты. То есть фунт-иена ваш приоритет номер один. Поняли вас, Андрей? Нет, у меня на самом деле нет приоритетов, Игорь Николаевич. Я буду загружаться одинаково во все инструменты. Соответственно, прямо пропорционально процентному соотношению. Я понял. У меня нет приоритетов ничего. Но первым инструментом все-таки посмотрите фунт-иену, скажем так. Поняли вас, Андрей, что сейчас? Вы завершаете эфир и начинаете торговать красами, я так понимаю, да? Нет, я завершаю эфир и начинаю созваниваться с инвесторами. Вот так, друзья, мы выяснили всю правду, чем будет заниматься Андрей. А по инвесторам, как идет привлечение в первые два месяца? Можно уже сказать, что февраль Z подходит к концу. Сами довольны? План выполнен? Или все-таки еще есть над чем поработать? Привлечение идет. Я же сказал, что на копии FX у меня, относительно моих денег, привлеклось в 30 раз больше человек, чем у меня моих собственных денег. Я понял. Ну, то есть, в принципе, довольны результатами привлечения? Не доволен, а я жду другой суммы, но не так сразу. Потом я поставил ограничения по вводу денежных средств, чтобы как можно больше зашло человек, но до определенной суммы в инвестиции. Как только я наберу, я закрою и больше принимать не буду до конца года. Я понял вас. Ну, то есть, вы как бы стараетесь, чтобы у вас не было такого стратегического якорного инвестора, который, если вдруг уйдет, то это создаст проблему. Вы хотите, чтобы больше людей, пусть мы с меньшими объемами привлечения, но больше, чтобы это обеспечило вам некоторую стабильность? Ну, я хочу, чтобы, скажем так, во-первых, я разговаривал с брокером, и он сказал, мне дал определенные тоже условия, это не совсем от меня как-то. И мы договорились таким образом, чтобы вот на счету у одного инвестора было не более пяти тысяч долларов. Свыше пяти тысяч долларов я не прикрепил. Я понял. Ну, интересное условие, я первый раз такое сталкиваюсь, потому что обычно, чем больше, тем лучше. Какая позиция в брокера, а здесь немножко другая. Это уже, если приходит человек больше пяти тысяч, тогда он идет на Швейцарию, под иностранный паспорт. А, я понял. Это все под, скажем так, это тематика, которую вы сейчас говорите, это офшорная тематика. Это офшорная тематика. А на Швейцарии можно приходить с любыми суммами. Без ограничений. Правда, что офшорники стали так осторожничать, обычно тоже же была тема, чем больше, тем лучше. Ну, видимо, какая-то... Нет, это не с этим связано. Я не хочу как бы до конца рассказывать. Ничего не надо, да. Они, поверьте, как работали, так и работают, им абсолютно без разницы. Единственное, то, что CopyFX оформлен не на меня, а на иностранный паспорт. А, я понял. Я понял, чтобы вы не попадали под управление активами, никаким вариантом. Я с ним. Все, да-да, дальше не будем даже додумывать и фантазировать. Андрей, спасибо вам большое за ваш обзор, за кросс-курсы и текущее состояние дел. Желаем вам дальнейшего продолжения, такой же успешной работы и хорошего настроения сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, коллеги, что послушали. Всем попутного тренда. Спасибо. До свидания. До свидания.